Ну, сестер ты даёшь, сейчас она так же офигеет. Ах, какая приятная дрожь бежит по телу, ощущая себя владычицей мира. Рада приветствовать тебя, сестра, но ведь ты не единственный ребёнок в семье. Всё верно, у меня есть брат. Превосходно, где же он? Караганде, здесь, прямо над нами, блин. Спалила, сдала, сеструха. Валим, ты хотя бы лук бы взял, эй. Привет, ребята, с вами Моби и Киви, это Крипитейл 2. Всем огромное спасибо, кто мне написал про то, что вышла вторая часть. И сейчас мы будем в неё играть. И в первую часть, по-моему, мы то ли с другом, то ли с братом пошли в лес за грибочками. И там случилось то, что случилось. А здесь что у нас будет происходить, я понятия не имею. Но также у нас всё это связано с бабочками. Глава 1. Незваные гости. Так, опять поди, девчуля. О, ворона. Сто пудово это про ворону. То есть, этот чувачок подрос или это вообще другой сюжет? Я не понял. Засиделся я, пора бы проверить, как там мои родные. Ну, чувак, назначил стрелы и погнали. Что здесь? Лука стрелой для тренировок во дворе. Ну, стрелами-то можно и продырять, в случае чего. Предлагают мне спуститься вниз. Это что такое? Красавец-медведь, наделивший меня шрамом на щеке. Ты медведя завалил? Вот этими стрелами? Чё-то я сомневаюсь, чувачок. У нас вот глаз и вот глаз. Этим летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень, похож на Интарь. Теперь это наш ночник. А где твой отец? Куда он делся? Ой, да ё-моё. Это всё понятно. Шрам на щеке, все дела. Шкафчик с рукоделием, которым заведует Элли. Не знаю зачем, но она любит забирать его на ключ. Ага, там что-то у нас секретное, по-любому. Так, здесь у нас всё. Половина шкафа забита моим тоже, что люблю мастерить из всего, что найдётся в лесу. Да, я смотрю, ты тут ещё мастер. Так, а чё, мы ничего взять не можем оттуда из шкафчика, из этого? Здесь у нас заперто. Посмотреть в окошечко. На дворе осень, моё любимое время года. Пришло время собирать кукурузку. Нет? А, ну типа посмотрели? Ворона, ворона. Курсора нету? Понятно. Ладно, погнали, короче, вниз. Ты стрелу твою свою будешь брать? Нет, я не понял. А как мне в рюкзак положить? Никак? Никак, видимо. Понятно, что ничего не понятно. Погнали вниз, говорю, эй. Сестрёнка наша. Окей, это у нас на ключ запирает. Она же на ключ запирает. Творчество своё. Так, можем с ней поговорить. Батя у нас ружбайку чистит. Что у нас тут? Дневник моей мамы. Она пропала пять лет назад. И это единственная вещь, которую мы храним. По рассказам отца, моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком. Всё свободное время она проводила библиотеки. Мы пытались расшифровать записи, но мама написала на древнем языке, которому её ещё в детстве научил мой дедушка. Так, у нас есть дед где-то. Где-то, наверное, в лесу. Так, можем с батей поговорить. Пока что мы разглядываем. Разговаривать потом, наверное, будем. Можем выйти наружу. Здесь у нас ничего, да? Ладно. Систер, здорово. Ларс, пропал мой Мишка. Для зайца не хватает компании, что ли? Вы же с ним неразлучные. Когда Мишка убежал? Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался на колодец. Думал, что надёжное место глупенькое. Но сегодня его там нет. В ворона утащил. В смысле, Мишка? Это детёныш того медведя, который шрам к пацанчику оставил, что ли? Ты всё живой? Сейчас мы его отыщем, не волнуйся. Они медведя приютили? Прикольно. Перед этим маманью завалили, правда. Отец чистит ружьё. Не стоит отвлекать его без причин. А то прикладом как даст ещё второй шрам будет. У него шрамы с обеих сторон, что ли? Как это так это? Прикольно, для симметрии. Ну ладно, пошли отсюда. Во, во всём виновата ворона по-любому. Что она тут делает? Ворона? Ворона, иди кукурузу жуй. Так, лопатень. Ага. Здесь мы можем поошмалять. Пугольце такое страшное. О, а вот и Мишка. Я нашёл Мишку, правда, башку только одну. Гадкая ворона оторвала Мишке голову. Как же заставить её открыть клюв? Надо сыр принести. Так, сыр. У нас есть сыр в доме? В доме должен быть сыр, наверное. Я так понимаю, всё-таки надо пойти и взять лук. Сыра у нас нет, как я понимаю, потому что у нас, кроме кукурузы, ничего не водится. Ладно, погнали наверх. Топудово лук надо взять. Стрелять ворона и решить только в крайнем случае. Думаю, я способен перехитрить негодницу. Ага. Итак, и что будем делать, чувак? Так, понятно, камень нашли. Ясно. Кажется, в кадиле Мэли. Где она ключ прячет? Там стопудово что-нибудь интересное есть. И как же? Может, в другой стороне двора там что-нибудь есть интересное? Швабры вот нафигачки. О! Из лука в последнюю очередь? Давай из ружья шмалять. Ну как, без причин там медведю бошку оторвали. Эй. Понятно. Денис мамы. Ой, 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 ой. Как всё долго. Вот это делище. Мы нашли. Вивами швырнём, нет? В сортире что-нибудь прячется, интересно. Нет, у нас нет к рыбной. О, Мишаня. Я нашёл Мишаню. Хм, здесь только тело Миши. Да башку-то я давно нашёл, чувак. Так, и что вы предлагаете? А я обещал сестрёнке найти плюшевого медведя. Наверняка он где-то во дворе. Да, это понятно. Но мне ж нужны инструменты для того, чтобы ворону шугануть. У них в туалете труба, они топят в туалете. Серьёзно? Ведро. Давай ведром кинем, что ли. Надо, короче, шугануть как-то ворону эту дурацкую. Может, я просто тупо стрелу запущу? Топором. Топором зафигачим ворону. На этом пеньке мы рубим дрова. Сколько себя помню, он всегда стоял здесь. Он неубиваемый, что ли? Какой-то неубиваемый пенёк. О, вон ещё ворона ходит. Ты чё тут ходишь, эй? Ну-ка, уйди сюда. Смотри, какая она. Нешугаемая какая-то. Бесстрашная ворона. Ну что, я нашёл топор. Как бы, и нашёл я нижнюю часть медведя. Всё, погнали, короче, наверное, топором кидаться. И ворону. Лучка, конечно, с лука, но, видимо, чувачка жаба давит стрелы потерять. У меня есть топор. Гадкая ворону оторвала мешки гол. Как же заставить её открыть клюк? Топором. Поднимитесь наверх и возьмите сыр из мышеловки. Гадкая ворона. Я же говорил про сыр. А, чё за дела-то? Я выхожу как дурак. У нас, оказывается, сыр где-то есть. Вот здесь. О, во, я нашёл сыр. Почему-то я не дочитал, вот этой надписи не было до этого. Берём сыр. Сыр берём. Алё. А из мышеловки? Так, а где мышеловка? Я в упор её не вижу. Она, блин, где-то есть. О, я нашёл мышеловку. Ёж, не видно нифига. Думаю, вороне понравится кусочек сыра. Где-то я это уже слышал. Хе-хе-хе. Блин, я же сразу сказал про сыр. Вот кто же знал, что там мышеловка эта дурацкая есть. Понял? Очень долго, как-то затянута у меня получилось. Элементарное действие выполнить. Использовать предмет. Давай. А, вот здесь. Вот и всё, понял. О, давай быстрее берём башку. Ну вот, Мишка найден. Осталось пришить голову на место. Пипец, какая долгая у нас получилась миссия. Хе-хе-хе. Мы с отцом любим пострелять во дворе. Вчера до победы мне не хватило всего лишь пары очков. Понятно. Пошли нитки искать, ёлы-палы. Я нашёл твоего медведя. Элли, можно попросить тебя ключик от шкафчика? Можно, а зачем? Я думаю, он продвинь поиски мишки на несколько шагов вперёд. Правда? Вот, держи. Спасибо. Сейчас посмотрим все секреты раскроем, какие она там прячет. В шкафчике своём. Однако, ну чё. Кажется, входили мэли, тролли-бали. Окей, ключик-то у нас есть же, ну. А, понял. Так, давай. Выберем ключик здесь. Всё, открываем. О, я вижу нитки. О. Открыть рюкзак. Вот, а теперь надо совместить. Итак. А-а-а. Мишаник готов. Мишка снова с нами. Пора обрадовать Элли. Погнали. Сестрёнка, лови тебе медведя. Посмотри, кого я нашёл за повозкой стен. Брать нехорошо, чувак. Так, передай Мишке, чтобы больше не общался с воронами. Иначе ему башку отвинтят. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, окей. Сынок, подойди ко мне. Батя заговорил. Слушаю, батя. Ожидается холодная ночь. Будь добр, наколи немного дров. Из чего? Из пенька из одного? Будь сделана. Я бы вон какую-нибудь бочку бы расколол на дрова. Или сундук. Хотя здесь тоже бочки есть. Так, а где дрова-то? Я могу зафигачить, наверное, этот. Так, ну, окей. Рубим дрова. Давай, погнали. Сперва стоит поставить полено, а уже потом браться за топор. Пошли искать дрова, что ли, теперь? Ну, серьёзно? А где тебе полено возьмут? Давай дерево зарубим нафиг. И ворону скинем, и сыр заберём у неё назад. Ох, и что за дела-то? Где мне взять полено теперь? Полено? Во, наверное, вот это дерево сейчас зарубим. Как тебе? Берись, стафор, рубись, бревно. Не, фигня какая-то. О! А вот и полено. Бабочка, смотри. Бабочка. Нет смысла уходить в лес. Срубляешь дерево возле дома. Да понятно. Ладно. Давай, берём. Чёрку погнали. Ой, ты бегать умеешь, пацанчик, нет? Долго всё, долго. И чё, нам этого хватит на ночь? Странно, конечно. На этом беньке мы рубим дрова, сколько я себе помню. Ну, давай. Сначала берём полено. Потом берём топорину и фигачим. Эй, ты чё? А если с другой стороны зайти? Ты издеваешься, что ли? О! Маловато будет. Нужно взять ещё полено. Там только одно было, чувак. Где? Где крипи-то, ёлы-палы? Вот ещё полено. Так, ну это второе. Да, я понял. Рубим мы, рубим. Да, сперва стоит поставить. Погоди. Давай, фигачим. Оп. Я научил тебя махать. Да там не было больше поленев, я не видел. А может, надо было сразу все собрать? Да, по-моему, там не было больше. Так, уперлись в ворота. А, не, вот, смотри, третье. Они здесь лежали, что ли? Так, бабочка летает, бабочка летает. Ну, может, мы здесь что-то порубим, нет? Какой-то колеч ползёт по дереву. Какие гигантские. Ладно, всё, я надеюсь, третье полено последнее. Надо было и все, наверное, собрать. И тогда уже фигачить, не отходя от кассы. Нет, я вот по одному таскаюсь. Ну, ладно. Ничего страшного. Идти. И давай. Опа. Уф, топор тяжёлый. Отец мечтает, чтобы я стал гираком. Осталось отнести дрова в дом и дело сделано. Так, давай, собираем. О, как быстро собрали. Нельзя было все полени сразу собрать так же. За оградой. Так, ну что? Идём в камин пихать дрова. А то у нас тут это... Так, дневник, дневник, дневник. Окей, окей. Дрова. Ага. Наверное, батю надо сказать. Дело сделано. Ну, выгружай. Чё устал? Молодец, сын. Сложи в дровницу у камина. А, это вот это вот. Типа стул. Баньки. С дрова им покончено. А теперь можно и немножко отдохнуть. Ой, умаялся. За воронами бегать. Сыр искать. Что значит отдохнуть? Баньки? Ну да. Чё происходит? О, вот оно, это чудище припёрлось. А, и девчули это, смотри, они подросли. Элли, не бойся, я не причиню тебя зла. Мы сверху, смотри, палим. А батя наш откинулся, да? О, веселуха. Ружьё дымит, лежит. Это же я, Марта. Помнишь, как славно мы играли в салки на прошлой неделе? Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ты обретёшь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь её. Если она тебе не понравится, мы уйдём, я обещаю. О, злобный какой чувак у нас. А не одного возраста, как я понимаю, да? Ну, сестер ты даёшь, сейчас она так же офигеет. Ах, какая приятная дрожь бежит по телу, ощущая себя владычицей мира. Рада приветствовать тебя, сестра, но ведь ты не единственный ребёнок в семье. Всё верно, у меня есть брат. Превосходно, где же он? В Караганде, здесь, прямо над нами, блин. Спалила, сдала, сеструха. Валим, ты хотя бы лук бы взял, эй. Побежали, короче, отсюда нафиг. О, прям в лес. Ой, чё это? Хе-хе-хе-хе. Ну вот, наконец-то крипи начинается. Гном какой-то. Только не шуми. Меня зовут Полунь, я ваш домовой. А чё ты в дереве живёшь, домовой? Я в общее удобство живу в дупле, рядом с вами. Ну и домовой, я всегда думал, что это просто сказки. Мой милый Ларс, мир полу волшебства, просто оно открывается не всем. Здесь тоже мелко мне куча. Держи, выпей отварчику и сжималость, и он спокоит тебя и придаст сил. Кто напал на наш дом? О, Ларс, случилось нечто страшное. Ну, видимо, это совсем другая история во второй части. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью Диадемы был захвачен разум одной девочки, которая начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра? Она только что надела её. Тёмная магия, теперь она на службе зла. Марта, Дороти, а теперь Элли. С каждым днём наши дела становятся всё хуже. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют сознание лесных жителей, одновременно пожирая их плоть изнутри. Что же делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопровождающего Марту? Наверняка Элли получит к себе, слуги и нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в город, найди моего братца. Живёт он у портного, даже помогает в шитье и по хозяйству. Толковый он и страшно любопытный, уж точно знает побольше меня. Возьми ему в гостиницу мой фирменный кекс с грибами. Это его любимое лакомство. Ну прям красная шапочка какая-то, ёлопал. Спасибо тебе, Полунь, был рад познакомиться. Может у тебя что здесь интересное? Буду ждать тебя вместе с Элли, да помогут тебе силы природы. Не, всё, ничего мы не смогли бы нигде найти. Я бы лук взял бы какой-нибудь, не? А я могу вернуться назад? А пустите меня. Боюсь, дома меня не ждут. Ну понятно. Блин, может была такая возможность взять лук-то или... Не, по-моему, сразу ломанулся и, короче, всё. О. Погнали в город, типа, дорожка ведёт. Ну чё, качаются угли там. Так, свет везде потух. А интересно, этот домовой в дупле тоже живёт? Как его выманивать должен этой булкой хлеба, что ли? Странно, видимо, как-то сильно торопился, раз оставил кувшин в такую ненастную погоду. Возможно. О. Тук-тук. Кто-то поверх там бегает. Открыто дверь. Судя по выездке, это домик Портнова. А. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. Надеюсь, там письмо я какое-то видел из окна торчало. Ну-ка. Кажется, девочки посетили Портнова раньше меня. Я видел письмо на улице, чувак. Нужно хорошенько осмотреться. Домовый неравика успел спрятаться. Да погоди ты, погнали. О, здесь у нас отсылка к Буратино какому-то. Так, письмо. Письмо от лесной феи. Адресованного домовому, проживающему Портнова в Камине. Ага. Ага, значит, домового есть убежище. Надеюсь, он успел спрятаться. А что у нас? Глаз? Зоник поснова. Сам хозяин похищен. Но я не теряю надежды отыскать домового. Он был обязан успеть спрятаться. Ну, Хамин я видел за это. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, реально. Буратино какой-то. Холст. Из очень плотного материала. Сорвать его руками не будет. Может, домовой вселился в кота? Так, тебе нужен инструмент, да? Как я понимаю, чувак. Кис-кис-кис, не бойся. Я тебя не трону спускать сюда. Да, у нее, по-моему, ключ на шее висит. А ключ у нас от сундука. Сто пудово. Теперь нам нужно кошку как-то сдернуть. Булавки. Что, при помощи булавки мы... Не? Холст очень. Понятно. Может, мы его на хлеб выманим? Не, не выманивается. Что-то. Так, давай булавку. Тоже не канает. Блин. Так, что же сделать-то такого? Порезать? Что-то нитки. Ничего. Зуб какой-то. Какой огромный кол. Это, похоже, портной ответил нападавшим славным боем. Муха какая-то летает. Что, дело в мухе. Что-то пудово. Муха. Или это комар, блин. Непонятно. Ну что, как теперь-то затихнул? Холд из-за этих дочек. Понятно. Ножницы вам. Давай ножницами покоцаем. И всё. Замок взяли. Зачем-то. Так, так, так. Надо кошака, короче, как-то спустить. Как мы можем спустить кошака? Хочешь с нитками поиграть? У меня нитки есть. А, когтём порезали. Офигенно. Погнали. Кровище пополу. Домик домового нашёлся. Вот только дверка закрыта на замок. Потому что ключ у кота. А как он там закрылся тогда изнутри? Если ключ у кота. Кис-кис-кис. Что, замком будем кидаться сейчас? Что, нет? Так, наверное, в инвентаре нужно что-то скрестить. Думаю, это бессмысленно, да, вообще? С булавкой. О, вот оно, вот оно. Будем сейчас ловить кота. Личное изобретение. Удочка из булавки с ниткой. Отличная идея. Закрепив булавку на конце катушки с нитками, у меня получилась простенькая удочка. И что, мы кого будем ловить сейчас? На кота надо рыбачить. Да, он нашелся только закрытый на замок. Он понят. Что же делать-то? Нафига мне эта удочка? По-моему, здесь у нас кошка. Может хлеб? Хлеб насадить на вот эту удочку нашу импровизированную? Не, нифига. Тогда не понимаю. Кувшин! Точняк, надо кувшин как-то сдернуть. Кувшине стопудово есть молоко. Как это получится сделать, я понятия не имею. Но надо попробовать. Вот без молока вряд ли. Хорошая идея. Короче, на крышу теперь надо залезть. Я упал. Блин, вот котяра. Залез и не слазит. Ладно, погнали дальше. Посмотрим, что у нас тут есть. А я ж... А тут лестница-то есть, как бы. Есть второй этаж, но... Может здесь какой-нибудь проход есть? Есть же второй этаж. А здесь у нас одноэтажная какая-то хата. Так, больше здесь ничего нету, да? Кошка и камин. Муха летает. Домовой, может, в муку превратился? Могут ли так домовые? Дальше. Ну, залазь. Чё встал? А, потянуть надо? Кешки. Ну чё, тебе места, что ли, мало? Блё. А, мы доску оторвали. При помощи этой доски мы сможем наверх залезть? Пошли дальше гулять. Может, я кота смогу достать? При помощи доски? Не, вот миска стоит. Стопудово надо в миску молока налить. Здесь без вариантов. Погнали, значит, дальше искать, решать проблему. А это всё конец? Уходи в губь города бессмысленно. Домик портного позади меня. Понятно. Доску оторвали. Так, 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 так. Может, здесь какую доску применить? Блин, как наверх залезть? Может, мы сможем с той стороны обойти улицу, а? Есть такая возможность? О, телега! Конец верёвки выглядит ничейным. И что, что ты предлагаешь, чувак? Во! Всё. Нашли инструмент, чтобы залезть наверх. Может, с этой стороны? Не, ничего. Если вот это вместе с верёвкой совместить. А если... Замок и верёвка. Во! Теперь мы можем закинуть это всё дело. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Превосходно. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Да ты это же говорил же, но... Погнали. Теперь... Теперь... Опа! Как нет? А чё мне? Странно, видимо, кто-то сильно торопился. О, за трубу. Давай за трубу цепанёмся, а? Чувачок, давай. Давай. Да! Да! У-хм. Зацепилась крепкая. Думаю, я рискнул забраться наверх. Погнали наверх. Слишком далеко. Боишь прыжок, можешь стать роковым. У нас же есть дощечка. Без дощечки. Да. А ничего, что со ската ты можешь скользнуться. О, а здесь, в принципе, недалеко. Так, теперь достаем нашу супер-пупер удочку. И забираем кувшин с молоком. А это тот кувшин? Что-то это на молочный-то и не похож. Вот сюда давай. А, никак. Серьёзно? Ну что, кис-кис-кис. Иди сюда, я тебе, смотри, что принёс. Молочка. Кис-кис. Ки-ти-ки-ти-ки-ти. Ки-ти-ки-ти-ки-ти. Давай, давай. Ки-ти-ки-ти. Перепугалась бедняжка. Даже меня боится. Да она мухи боится, он стопудово. Ну что, давай, я отойду тогда, а ты давай спускайся пока. Всё здесь, походили-погуляли, надеюсь, спустилась. Ну-ка. Ну что, не лота. Ну вот, все ужасы позади. Будь лапочка, позволь снять с тебя ключик, а? Ну-ка. Бе, всё. Всё-таки ключик от этой фигни, да, получается? Домик-домогон нашёлся. Так. Всё. Всё готово. Здоров, братан. Меня зовут Ларс. Полу не велел вас найти. Ему надо сразу булку дать эту. Ке-ке-ке, с ним всё в порядке? Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру, с ней приключилось нечто ужасное. Сознание твоей сестрёнки захвачено диадемой. Боюсь, просто снять её будет недостаточно. Он всегда отмечал твою храбрость. Сейчас она как никогда кстати. Даже мой хозяин, храбр-партняшка, проиграл битву с этим существом. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали снова. Я попытался помочь, но меня полосанули когтями и я свалился в подвал. Выходит, девочки ведут охоту на мальчиков? Да, их используют как инкубаторы для вынашивания личинок новых волшебных бабочек. Сам демон безобиден, он прячется в пещере, а свою всю грязную работу за него выполняют девочки. Хе-хе-хе, нужно торопиться. Ступай на восток через лес, там ты найдёшь пещеру. Как не уничтожить зло? Давай ему этот, булку отдадим. Проклятие, кажется он... Ты серьёзно? Элли неизвестно где в лапах зла, а я застрял здесь. Отец, я даже не знаю что с ним. Печаль беда. Мы даже не успели. Он, смотри, с крюком одной руки у него нету нафиг. Ларс, соберись. Давай хоть это, хлебушек ему оставим здесь, на могилке типа почти. Сейчас ты найдёшь способ опустить лестницу, а ты сейчас пещеру и спасёшь твою сестру. Всё в крови, смотри. Да, вот такая вот история, ребятки. На этом мы, наверное, сегодня закончим. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»